окончательно и без поворотно приветствую вас друзья у аппарата зодия на аппарате фаерверк фаерверк китайский хоррор квест основанный на их них местных легендах и верованиях запасайтесь булками готовьте лимонад друзья давайте взглянем на эту игру напоминаю что вы можете помочь каналу просто поставив лайк под видео а чтобы не пропустить новое видео не забудьте подписаться и нажать на колокольчик к сожалению русского языка в игре нет да и английский язык в игре появился не сразу я так понял не очень давно поэтому проходить мое полностью не будем мы на нее просто взглянем потому что уж очень любопытно игра может быть сохранена как автоматически так и вручную из меню игра поддерживает геймпады и играть я буду именно на геймпаде это все моя удача как отлично работающая машина могла так внезапно сломаться жанг информатор все еще ждет в городе хочешь оставить машину здесь нет смысла спешить разбираться с арсоном это не наша ответственность просто замечательно моя машина сломана капитан лю будет орать на меня ну капитана лю вроде как выглядит как милый человек ты только перевелся сюда поэтому ты понятия не имеешь каким может быть капитан люк капитан люк если она узнает что машина сломалась она скажет я же говорила тебе хорошо заботиться о машинах разве нет если ты будешь в погоне за опасным преступником что ты будешь делать если машина сломается ты можешь представить последствия я попробую отремонтировать машину в этом я хорош ладно женг спасибо мы коллеги и поэтому можно не нужно быть со мной таким официальным а фонарик почти сдох лексун можешь принести мне батарейку тут где-то на улице должен быть маленький магазинчик ладно полчаса назад гроб загорелся во время похорон в городе куинтан информатора заявил что это был арсен чтобы это не значило наш начальник отправил нас расследовать эти причины это первый раз когда я работаю как криминальный исследователь так мы можем двигаться китайские имена сложно понять как правильно прочитать но нас я так понял зовут лин лексун а вот этого зенг-женг как-то в общем в общем будешь жанг потому что не знаю как правильно даже прочитать твое имя верь в науку не в суеверия город квинтан это уединенный городок в горах я слышал что они сохранили много верований в много суеверных верований тут пиалка полная сгоревший бумажного пепла угольки подсвечиваются время от времени вспыхивают время от времени а кто то есть владелец маленького магазина я только что проснулся чем я могу вам помочь мне нужна батарейка держите два юаня получили батарейку кстати у нас получается так у нас вот здесь вот есть предметы вот батареечка мы можем здесь сохранится в настройках у нас есть только настройки громкости м е с е что тут означает м е громкости съем громкость вот у нас музыка и звуки м е с я не знаю и инструкция это собственно подсказка по управлению в начале я должен отнести батарейку жангу ладно вправо не хочет идти пока что жанг я принес батарейку спасибо дружище а я тут пока что еще поморочусь а ты можешь пока что пойти и проверить место происшествия так как ты здесь новый можешь воспользоваться этим шансом чтобы осмотреться в округе ладно так то есть теперь нам вправо нужно да похоронное бюро находится справа так стоп так это ж мы по кругу прошли что ли разве я не проходил мимо этого места недавно что такое так а вот этого здесь не было на стене этого пятна дайте угадаю это кровь а кровь сочится из стены а опять мы тут так опять здесь на стене изменилось что то там как будто пластырем залепили дырку кровь сочится из стены и там прилеплены две банкноты это деньги которые я использовал чтобы купить батарейку только что так да что происходит то ладно идем опять вправо так теперь здесь дверь появилась ну давайте зайдем ржавая дверь появилась на стене прелюдия долг долг или займ правильно это сказать а здесь письмо на столе 18 октября ванг янкай владелец магазина ушел в связи с болезнью ну имеется ввиду умер пожалуйста доставьте шесть венков две бумажных куклы и две свечи в течение трех дней это было подписано два дня назад значит что похороны о которых нам сообщил информатор были для владельца этого маленького магазина магазинчика а кто же был тот человек в магазинчике только что действительно мы ведь только что там купили батарейку а здесь незажженная свеча на столе получили свечу получили свечу мне нужно найти способ зажечь эту свечку здесь тупик зажечь ее от вот этой свечи а хочешь зажечь свечу ну да теперь я могу лучше видеть нужно осмотреться вокруг здания стоп бумажная кукла держит в общем блокнот в руках двадцать двадцать третье сентября ванг ксин фен одолжил пятьсот грамм яиц и должен ванг янкай два пятьдесят рмб это что валюта какая то у них не знаю в общем два пятьдесят рмб четвертого октября кси ронг фа одолжила бутылку соевого соуса и должен ванг джинкай шестнадцать рмб двадцатое октября лин лексун одолжил батарейку и должен ванг джинкай два рмб подожди так это же наше имя и получается дата сегодняшняя двадцатая октября два рмб мы два юаня заплатили за батарейку это же сегодняшняя дата а почему там мое имя мы получили блокнот некоторые предметы можно посмотреть снова на странице меню нажав Y чтобы открыть ну да мы можем заново просмотреть прочитать возможно нам потом для какой то головоломки к примеру понадобятся эти числа сколько кто там кому должен ой теперь лицо черное тупик так вправо мы не пройдем тихо 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 ты там ничего не появилось нет ну ладно а дверь пропала дверь исчезла с чему бы это видать к дождю тут есть клочок бумаги на стуле если ты берешь то что принадлежит мертвецу ты будешь должен ему до смерти а ты будешь должен мертвецу если ты не вернешь вовремя эти в общем болезни будут преследовать тебя или еще хуже трагедии будут преследовать всю твою семью верни верни долг как можно быстрее чтобы избежать этой катастрофы так получили мы собственно эту записку так а тут смотрите появилось что-то на крови кровь сочится из стены два кусочка древних денег прилипли к стене получили древние деньги монетки вот такие ну ладно так тут что у нас объявление висит на доске справа в центре прямо в центре учителю начальной школы квинтан ушел в возрасте двадцати семи лет офис культуры образования муниципального совета квинтан имя зачернено ну зарисовано то есть ладно само собой мы опять здесь угольки вспыхивают время от времени бросить туда древние деньги эм ну наверное древние деньги сгорели в пепел они были получается бумажными я думал это вообще металлические монетки то есть да ладно дорога теперь чистая в смысле может быть это мы как раз таким образом вернули долг мертвому ну кто его знает ну мы в принципе заплатили были за батарейку ну может быть не теми деньгами здрасте а по а это и есть как раз куда нужно да куда ушла семья покойника а нужно расследовать исследовать это место первым делом свечи свечи на столе вспыхивают красным светом освещая черно-белый портрет ушедшего это же тот человек которого я встретил только что в маленьком магазинчике то есть это был призрак все-таки телефон что вы хотите исследовать ну давайте по порядку крышка гроба тут телефон на лежит на крышке гроба если проследить за телефонным кабелем то рукоятка не рукоятка какого трубка телефона должна быть внутри гроба последний набранный нам номер был 110 звонок был совершен примерно в то же самое время когда полиция получила вызов что дальше следовать ну давайте внутри тело лежит в гробу мы с трудом можем видеть что одежда была сожжена внутренности гроба были зачерк черная от дыма и издавали сильный запах это запах пиротехнического порошка почему он внутри гроба ну и давайте снаружи осмотрим венки и бумажные куклы рядом со входом тоже все черные от дыма но нет следов горения получается что точка возгорания должна была быть внутри гроба огонь не распространился наружу так ну мы там все смотрели да ладно это место довольно таки странное это не похоже на обычный огонь я должен рассказать жангу об этой ситуации то есть получается огонь возгорелся внутри гроба тупик интересно так а нет вправо туда аж не могу пройти а то он заходит внутрь ладно тут кстати пропало вот это объявление о том что учитель в возрасте 27 лет умер двери нету этого самого кровавого пятна нету ничего нет опа а это кто она пропала о дальше черная дыра в смысле почему здесь вот эти бумажные куклы и гроб появился бумажная кукла появилась на дороге так я кстати не могу вправо пройти тут венок венок блокирует путь там блокнот покрытый пеплом на столе на прилавке 20 октября сегодняшняя дата венок следующий долг 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 ты не можешь спастись я ведь выплатил долг я ведь выплатил долг слово долг написано по всему портрету так а мне теперь в итоге куда влево вправо чёрт чёрт его знает человек на портрете смотрит влево ну в смысле это может быть означает что нам туда нужно да ну давай влево а так мы Вот мы и вышли. А где наш напарник с машиной? Почему здесь... Катафалк? Фейерверк. Что ты видишь в этот раз? Я вижу белый туман. А что-нибудь еще, кроме этого тумана? Еще я вижу машину. Это черный катафалк, по-моему. Черный катафалк, который едет очень медленно. Я хочу приблизиться к нему поближе. Но он постоянно отдаляется от меня. А чей это... Для кого это катафалк? Этот катафалк... Он для моего отца. Лексун. Лексун. О, ты наконец-то проснулся. Это что, больница? А почему я здесь? А ты что, забыл? Ты упал в обморок возле похоронного бюро. Я упал в обморок? Ты до жути меня напугал. Нам повезло, что больница как раз была рядом. Доктор осмотрел тебя и сказал, что ты уснул. Извини, у меня это проблема с самого детства. Извини, что заставил тебя волноваться. Да ладно. Капитан Лю рассказал мне о твоем состоянии. Не принимай это близко к сердцу. В общем, тебе нужно время, чтобы привыкнуть, приспособиться к твоей новой работе. Ну да. Кстати, есть какие-либо новости по поводу пожара на похоронах? Я спросил ответственного. Пожар был... Причина пожара была... Это наполовину сгоревшая бумажка, которая упала на венок. Но я осмотрел место. Пожар начался изнутри гроба. Это невозможно. Гроб был закрыт. Кроме того, он... Ответственный... Тот, кто за это был ответственный... Это, в общем... Не он... В общем, получается, это не он звонил в полицию. Он не знает даже, кто вообще позвонил в полицию. Возможно, это сделал какой-то ребенок. Никого больше не было там во время происшествия? Умерший был владельцем маленького магазинчика, Ванг Янкай. Он развелся несколько лет назад. Он был очень одиноким. Его родственники прекратили с ним контактировать длительное время назад. Никого не заботил о его смерть, поэтому местные жители позаботились о нем. Они собрали немного денег, чтобы провести для него похороны. Лексун, не забивай себе голову этим делом. Отдохни немного. Ладно. Так, телефон звонит. Но знаете что? Давайте мы с вами здесь уже прервемся и подведем итоги по поводу этой игры. И знаете что? Это очень даже классная игра. В игре очень такой интригующий и интересный сюжет. Мне очень нравится, как игра выглядит и звучит. Этот визуальный стиль очень довольно-таки приятный. Мне нравится. В игре удобное управление, есть поддержка геймпада. Вот эти все восточные легенды и суеверия тоже для меня очень интересны. И в принципе претензий к игре у меня нет никаких, кроме того, что только в игре нет русского языка. Именно поэтому полностью ее проходить я и не буду. По крайней мере на запись точно, так как это займет очень много времени. Я уверен, что в игре будет много текста и постоянно все это переводить, переводить, переводить. Это будет очень долго. Но игра определенно очень хорошая. Напишите пожалуйста в комментариях, что вы думаете по поводу этой игры. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и ставить пальцы вверх. Также вы можете помочь каналу рублем по ссылке в описании. А как обычно, с вами был Зоди. Удачи друзья, встретимся в новых замечательных прохождениях. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok